доброе утро дорогие друзья мы начинаем эфир передачи торговый план на интерстриме трейдера few trade tv меня зовут игорь суздальцев и сегодня у нас уже 25 мая 2018 года пятница всех поздравляю с окончанием трудовой недели желаю вам чтобы она прошла успешно и выгодно давайте посмотрим с вами на технический анализ что он нам подсказывает относительно событий вчера и сегодня биткоин друзья продолжает снижение ничего его не может остановить никакие новости 7400 долларов в моменте и снижается пока разворота где мы уже вот пока не рисовали пока не видно давайте уже будем ждать конца этой истории соответственно эфириум вчера закрылся даже в легком плюсе сегодня на открытии стоит он держится не проваливается лайткоин вчера даже вырос сегодня снижается эфир classic вчера вырос сегодня снижается и манера всю неделю снижается ну в общем то да так вчера попытались кстати биткоин слоев вытащить но за остались все равно в минусе и сегодня продолжили снижение нет перспектива у криптовалют сегодня не веселая далее коллеги американский сорт нефти вчера показал сильное снижение сегодня тоже возобновил снижение обновил завои моменте 70 40 такое впечатление что сегодня ниже 70 можем уйти нет не вытягивает новости во первых нет глобальных новостей таких чтобы резко подкинуть наверх индекс доллара вчера все-таки закрылся в минусе сегодня опять идет на штурм 94 пока тоже не видно какого-то глобального изменения но сегодня в плюсе скорее всего будет в плюсе потому что так чтобы больше одного дня падали все-таки пару недель уже не было все в ожидании мне кажется чего-то такого серьезного сейчас мы обсудим в макроэкономической части евро доллар вчера вырос сегодня снижается в моменте 1 16 94 фунтик вчера не вытащили в плюсе сегодня провал так коллеги силу секундочку вчера вытащили фунтик в плюс я неправильно сказал а сегодня отбивается вниз в моменте 1 33 50 японская иена вчера укрепилась сегодня падает сегодня доллар отбивается по франку отбивается доллар доллар канадец выходит из нашего треугольника наверх с по сравнению даже даже крупнее свеча чем на индексе доллара то есть по канадцу получается нефтюшку ждут все-таки вниз и если закрепляемся выше то будет хороший проход наверх до доллар смотрит наверх индекс соль и австралийский доллар вчера вырос сегодня вниз давайте отметим уровень выше которого не дают закрыться последние три дня 0 75 75 новозеландский доллар вчера вырос сегодня вниз да тут они похожи в эти дни золото вчера хорошо показала хорошие уровни сегодня отбивается вниз 13 04 в моменте и серебро друзья вчера хорошо выросла сегодня вниз ну что такое впечатление что доллар сегодня хочет взять реванш у всех за вчерашнее некоторое снижение вот какая-то коррекция разумная состоялась а сегодня хочет пойти на штурм единственное что сегодня пятница а все-таки неделя была плюсовая могут и под отбиться с другой стороны рост небольшой просто небольшой куда расти тоже есть поэтому на мой взгляд доллар и имеет перспективу на рост глобальные новости друзья фундаментальный анализ главная новость дня вчерашнего конечно трамп президент сша отказался от встречи с ким чем и нам встреча должна была состояться 12 июня в сингапуре но дональд там заявил что очень хотел встречаться с вами господин кин к сожалению после ваших последних заявлений в которых ощущалась открытая враждебность я считаю неуместным проведение этого самим то встреча в сингапуре не состоится вы помните ким возмущался что будут учения совместные сша и южной кореи америка говорит что мы хотим и с кем хотим учение с тем и проводим на раз вы так грубите то значит и сами то не будет конечно резко обострилась обстановка после этих слов обвалились фондовые индексы давайте кстати посмотрим как они закрылись американские фондовые индексы вчера они в минус это все и закрылись ненамного до 0 302 процента такое да но снижение по всем индексам прошло вот поэтому отреагировал отреагировал рынок доллар чтобы сказать на на этой волне резко вырос нет но отбился отлоев он отбился как бы поэтому правда вышел пройти не удалось в общем этой волне получается что доллар в плюсе и фондовые индексы минусе американские да я так понимаю далее друзья сирий но тут же как только отменили так сказать риски власти начали сообщать что прошла ракетная атака на аэродром помпси то есть показали что будет северной кореи тут же трамп выступил и сказал что армия сша через несколько часов но тут же вскоре трамп заявил о готовности армии ответить на глупости со стороны кндр вот и вот эта совокупность сирия и готовность армии ответить на глупости привели к тому что сирийской сирийцы заявили о том что ссори северокорейцы заявили о том что несмотря ни на что они открыты так сказать саммиту в любое время то есть они не полезли в бочку ах так так значит война и так далее нет нет они ответили тоньше ну типа ладно сейчас не получается но мы готовы к саммиту в любое время такое впечатление что перепугались северокорейцы не на шутку далее друзья большая новость из сферы вещания нетфликс вы знаете такой крупнейший в мире онлайн кинотеатр а там больше ста миллионов пользователей значит они достигли рыночной стоимости сто пятьдесят три миллиарда долларов что больше чем дисней все кирдык диснею теперь у нас новая мультимедиа компания рулит миром нетфликс она и снимает фильмы и показывает это оказалось намного выгоднее чем вообще путаться с кинотеатрами далее друзья интересный опрос сделал forbes какой бренд стоит больше всего восьмой раз подряд первую строчку в нем занял apple американская компания apple incorporation стоимостью этого со стоимостью своего бренда сто восемьдесят два миллиарда долларов слушайте логотип стоит сто восемьдесят два миллиарда долларов что на восемь процентов больше чем в прошлом году вот вам и все не нефти не газа просто значок стоит сто восемьдесят два миллиарда долларов фантастика друзья в россии новость главная заключается в том что принят закон значит в третьем окончательном чтении госдума приняла закон который наделяет президента россии широкими дополнительными полномочиями в сфере бизнеса частности ему дается право отменять гражданский кодекс и прописывать особые правила для отдельных компаний и корпораций это очень тревожно друзья рынок это конечно не рыночное действие у нас и так с рыночными так сказать вопросами большие сложности скажу вот таким мягким образом да и то что он еще датаска прошили плат права президента в этой части конечно вызывает тревогу потому что но к сожалению вмешательство государства бизнесу как-то не помогает вы понимаете в чем суть но я удивлен вообще-то что об этом мало так говорят потому что конечно бизнес надо подсворачивать крупный бизнес я не веду мелочевкой этим заниматься не будет а крупный бизнес ну как это президент может своим решением в корне изменить условия работы крупного бизнеса конечно они все будут на нервах такое прямое вмешательство государства возможность такого прямого вмешательства конечно вызывает тревогу далее друзья ну следующая новость не удивила дерипаска покинул совет директоров русала следующая новость вообще была ожидаема русал предложил правительство купить ее алюминий резерв девать его некуда за раз склады затарены ну вот будут вешать на государство типа покупайте у нас складируете резерв далее друзья ну и главная новость дня конечно возглавляющий русском надзор александр жаров заявил о намерении ведомства проверить компанию фейсбук и мессенджер ватсап чтобы убедиться их соответствием российскому законодательству чердик фейсбуку и ватсап давайте спросим друзья о монеты что она думает насчет нефти wti вчера монета показала у нас бай а что в конце то было сильный сел не монета с нефти что-то не попадает последний не хочу сказать ну давайте сейчас у нее спросим buy или sell wti монета видит сегодня buy ну не знаю я чё-то чё-то сомневаюсь ну и макроэкономические новости в пятницу давайте пробежимся что интересно ввп великобритании через пятьдесят две минуты может качнуть качнуть фунтик я озвучиваю только то что сам смотрю выступление главы банка англии кармы в 16 20 слушать а что кроме там твоего куда там это толкает он прямо неустанно неустанно 16 20 также выступает глава фрс господин пауэлл они на разных формах что ли в одно время выступают прикольно или может быть панель какая-то общая в общем 16 20 будет подкидушка в 200 число буровых установок от бейкер фьюз ну вот пожалуй все что может быть интересно подводим итоги коллеги на мой взгляд сегодня индекс доллара пойдет на штурм наверх потому что новости про северной кореи не очень хорошие да пока это угрозы пока разговоры но покупай на слухах что называется да вот но тоже не думаю что это будет такое серьезное какое-то движение некоторый рост потому что самого действия какого-то острого политического не произошло поэтому доллар умеренный рост а у нефти шансов на рост пока не видно и посмотрите даже на очередном ракетном обстреле сирийских позиций нефтюшка наверх не ушла не ушла поэтому нефтюшка наверно сегодня тоже будет подсаживаться биткоин тоже скорее всего в продажу ну в общем такая идея покупать доллар и по индексу и по другим инструментам которые вам кажется наиболее перспективными части роста доллара продавать нефть и биткоин вот такая торговая идея на сегодня всем удачи коллеги